Первым решением депутаты внесли изменения в правила землепользования и застройки, исправив техническую ошибку. Теперь земельный участок, на котором располагается НИИ медицинской приматологии, будет находиться в одной территориальной зоне. Эти изменения позволят дооформить земельные документы и получить необходимое финансирование на работу обезьянного питомника из федерального бюджета. Второе решение, принятое депутатами, касалось установления нулевой ставки земельного налога для участков, на которых осуществляет свою деятельность фонд «Талант и успех», к которому относится Центр развития отдаренных детей «Сириус». Еще один вопрос, который рассмотрели депутаты, был связан с внесением изменений в бюджет города. Согласно решению городского собрания, некоторые городские программы, по которым не будет получено софинансирование из бюджета края, будут сокращены. Оставшиеся средства перенаправлены на решение текущих задач бюджета. Поступили у нас и поручения правительства, и подходит время принятия бюджета всех уровней. Поэтому это рассматривались вопросы, которые связаны в первую очередь с работой федеральных учреждений и предприятий, находящихся на территории города Сочи. До 10 числа должно быть это выполнено, для того, чтобы можно было включать эти объекты финансирования следующего года. Добавлю экстренность. Заседание было связано с необходимостью соблюдения сроков принятия и публикации решений городского собрания Сочи, связанных с внесением изменений в части определения ставок земельного налога.